Уважаемые дамы и господа, ну что ж, в эфире внеочередная порция или доза, как ему больше нравится, неполиткорректного ток-шоу Сергея Зацепина, его ведущий я Анатолий Червец, Участники, как всегда, все вы, которые позвоните по телефону 847-400-5200, вы нас можете слышать на нашем веб-сайт radio-nvc.com, вы можете нас видеть на нашей фейсбук-страничке radio-nvc, ну и, конечно же, на нашем ютуб-канале radio-nvc. Зайдя на канал, как всегда, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрация или subscribe, если вы еще этого не сделали ранее, ну и для нас это действительно очень важно. И давайте, набирайте номер 847-400-5200, будем общаться, ну а пока хотел бы обозначить, наверное, самую главную тему того, что сегодня происходит, это, конечно же, у всех на устах, у всех на ушах, это тема Соединенные Штаты и Иран. Это самая главная тема, ну а потом посмотрим по мере того, насколько у нас будет достаточно свободного времени, конечно же, как всегда, полно всякой информации, очень интересной, очень важной, очень нужной, поэтому будем постепенно продираться через дебри политики и новостей. Но еще также хотел бы сообщить, как я уже сказал, это внеочередная программа, которая происходит сейчас, а наша обычная программа, то есть наше обычное время в 5.30 сегодня вечером, пожалуйста, подключайтесь, особенно те, которые в машине, слушайте, звоните, будем общаться. Вечерний эфир начнется в 5.30 и продолжится до 7 часов вечера, и это также будет прямой эфир. Ну вот, вроде бы все, как говорится, условия выполнены. Итак, Иран, Соединенные Штаты. Ну, в первую очередь, как мы все знаем, президент Трамп принял абсолютно правильный, абсолютно разумный поступок, приостановив операцию по нападению на Иран или по обстрелу Ирана. И действительно, все это произошло достаточно внезапно, буквально за 10 минут до начала операции. Мы это обсуждали на прошлой неделе. Вы все, ну, по крайней мере, те, которые меня слушали на прошлой неделе, вы знаете, что Трамп, причина, по которой Трамп принял это решение, потому что он действительно, он всегда обещал в любой ситуации, во-первых, стараться не ввязывать американский контингент войск во всякие вооруженные конфликты, почем зря. И, кроме этого, он всегда заявлял о том, что любой контрудар будет совершен в пределах разумного, то есть, как говорится, око за око, зуб за зуб, не превышая границ, ну, будем говорить так, дозволенного. Итак, Трамп, просто поговорив со своими советниками, он узнал о том, что в ходе операции могут погибнуть где-то в районе 150 иранских жителей, военных, неважно, то есть, 150 человек со стороны Ирана. И, будучи человеком, я думаю, очень резонным, он действительно решил, что это не совсем око за око, зуб за зуб. Почему? Потому что стрелять и убивать людей, то есть, зная, что будет где-то 150 погибших за один беспилотник, это было бы, наверное, действительно слишком. Несмотря на то, что этот беспилотник стоит, там, чуть больше 100, не чуть, а больше 100 миллионов долларов, тем не менее, как говорят американцы, это only money, то есть, это только деньги, слава богу, не было потеряно ни одной жизни американского солдата, и поэтому Трамп принял решение все-таки отступить от своего решения о бомбардировке иранской территории. Хотя оставил за собой право в любую минуту, если, не дай бог, погибнет при каких-либо военных действиях или просто при какой-то даже одиночной атаке со стороны Ирана, если погибнут американские служащие или жители Америки, то тут, конечно, ну, как говорится, и взятки гладкие, поэтому будет, конечно, сумасшедшая ответная атака. Ну, а пока Трамп в своем духе бизнесмена решил еще жестче закрутить гайки иранских руководителей, причем на этот раз он действительно, он очень сильно ударил по карману Ирана, именно по верхушке иранского правительства. Значит, те из вас, которые следят за тем, как Трамп накладывает санкции, вы знаете, что ранее были наложены санкции на торговлю нефтью с Ираном, но Трамп все-таки разрешил поставку нефти Ираном в азиатские страны. Ну, а сейчас Трамп наложил самые, наверное, жесткие санкции, которые он когда, или когда-либо были наложены на Иран, то есть санкции на любую общую торговлю нефтью Ирана с кем бы то ни было, и полностью отрезал доступ к финансам верхушки иранского правительства, то есть Аэталы Хамини, его министра иностранных дел и министра обороны. То есть, конечно же, тем самым Трамп пытается как-то заставить все-таки Иран прийти за стол переговоров, хотя Иран, бравируя своим мощью и независимостью, сказал, что никогда этого не будет. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки будет. Почему? Потому что, ну, это правительство просто не имея доступа к финансам, не имея возможности торговать нефтью, оно все, оно, в принципе, закончилось. То есть им народ кормить нечем, денег нет, и, ну, в общем, у них останется два выхода. Либо самим совершить какое-то нападение на Америку и тем самым развязать американцам руки, а мы все прекрасно понимаем, что, да, если начнется, начнутся военные действия против Ирана, мало, в принципе, не покажется. Погибнет определенное количество людей со стороны американских военнослужащих, но, так как Трамп заявил, он пообещал, что так называемых сапог, то есть никаких наземных действий производиться не будет. Скорее всего, это будет так, как это было... То есть там будет заброшен спецназ, и это будут ребята, которые будут наводить лазерными установками снаряды на позиции иранских вооруженных сил. Давайте примем звонок. Добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Спасибо за вашу передачу. Хотелось бы вы немножечко сказать по поводу Ирана. Пожалуйста. По-моему, мистер Трамп совершенно незнаком с любой историей. Америка имеет жесточайшие санкции против Кубы много-много лет. Это как-то изменило кубинский режим? Да никак. Так. Иран намного мощнее страна, и это подтолкнет его, несомненно, к созданию собственного оружия массового уничтожения. Никто его не установит. Ни Израиль, ни Америка. Так что это глубочайшая ошибка. А Трамп просто, ну как это сказать по-русски, дешевый фраер. Берет на фон. Вот такое мое мнение. Я думаю, что никто его уже серьезно принимать не будет скоро вообще. Ни в стране, ни в мире. Спасибо. Понятно. Спасибо вам. Ну, это ваше мнение. Вы имеете на него право. Хотя пока что все действия Трампа показывают обратное, показывают вашу абсолютную неправоту. Но, опять же, я с мнениями, я не спорю. Почему? Потому что, ну, мнение это как... Это такая вещь, с которой спорить бесполезно. Если факты, ну, с фактами можно спорить. Если просто огульное мнение, это нормально. Я же говорю, я не спорю. Каждый имеет право на свое мнение. Но, я попробую немножко рассказать фактов, а там будем делать свои собственные выводы. Значит, в отношении Кубы, Америка, в принципе, как таковых санкций на Кубу, никаких жестких санкций не было. Почему? Потому что режим на Кубе абсолютно не угрожал Америке. И это нужно всегда понимать. Режим на Кубе был плохим для жителей Кубы, для ее граждан. Точно так же, как режим в Советском Союзе, в бывшем, был в первую очередь ужасным для жителей Советского Союза. Но, до тех пор, пока Советский Союз напрямую не угрожал Америке, точно так же и Куба, в принципе, никогда не угрожала Америке. Куба никогда не забрасывала Америку ракетами. Куба никогда не посылал, не сбивала американские самолеты, американские корабли и так далее. Хотя, ну, у них просто не было на то возможности, поэтому санкции всегда для Кубы, это было чисто такое эмбарго. Это даже были не санкции. Это было эмбарго, где американцы, в принципе, пожалуйста, Союз хотел торговать с Кубой, он с ними торговал. Китай хотел торговать с Кубой, они с ней торговали. Поэтому там не было никаких санкций. Не было поставлен вопрос так, что если вы будете торговать с Кубой, вы не сможете торговать с Соединенными Штатами. Поэтому это первая большая ошибка. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я бы хотел этого человека спросить, а чем Куба, какую опасность Куба представляла для Америки до тех пор, пока Россия, так сказать, не разместила там свои войска? Абсолютно никакой. Ну да. Просто рядом, правда, нехорошо, когда рядом помойка, но почему-то никто не хочет особенно из латино этих самых такого, как в Кубе. Таких сиделей, таких условий жизни. Они что-то больше бегут сюда, а не у себя в стране устраивали. Ну, конечно. Так что обычно это тот же самый неуловимый Джо Куба. Она никому нахер не нужна была. Ну, сверху. Просто не надо было, так сказать, нехорошо было, что оно было рядом, и это был пятачок, на котором Советский Союз и Куба выясняли якобы политические отношения. Больше ничего. Поэтому Куба так и продолжает дни. Согласен. Спасибо большое. Ну, правильно, абсолютно. То есть я вам скажу, просто человек, который вот позвонил перед вами, первый позвонивший, ну, понятно, что человек против Трампа, чтобы Трамп не сделал, он... Ну, неважно. Просто этот человек, он это сказал не потому, что Трамп что-то неправильно делает. Он просто сказал, что Трамп все неправильно делает. Вот и все. Ладно. Итак, поэтому Куба это не пример. Это абсолютно странный, по меньшей мере, странный пример. Почему? Потому что, в принципе, вы правильно сказали. Куба это неуловимый Джо, он действительно никому не нужен. Американцы наложили эмбарго. Почему? Потому что, действительно, там союз занял свои позиции. и американцы сказали, ну, вот вы с ними там, вы им там и поставляете. Причем будете таскать ваши товары, че ж знает откуда, для того, чтобы как-то там с Кубой торговать, Кубе продавать зерно, а у Кубы покупать сахар, ну, и так далее. В общем, короче, ерунда полнейшая, поэтому, никто Кубу в счет не ставит. А теперь насчет Ирана. Опять же, значит, до тех пор, пока у нас, слава Богу, нет никаких человеческих жертв со стороны американских граждан или военных, значит, это будут санкции. Но санкции, вот, для того, чтобы человек, который звонит, для того, чтобы он понял, что такое санкции. И вы поймите, у Америки дело не в Трампе. У Америки нет другого выхода. Значит, если Иран создаст свою ядерную программу, от этого фактически произойдет полнейший переворот на Ближнем Востоке. Полнейший. Почему? Потому что Иран очень близко расположен к Сирии, конечно же очень близко к Израилю, там и Ливан, там и... То есть, это... Нельзя давать такому государству, как Иран, в руки ядерное оружие. Неважно. Но метр вот, как говорят американцы, нельзя, просто нельзя. Это то же самое, что дать ядерное оружие, допустим, ИГИЛу, Айсис, как хотите, так и называйте, дать это оружие Сирии, понимаете, там, где, во-первых, тоталитарный режим, а во-вторых, режим милитаристский, у этого режима не должно быть ядерного оружия. Поэтому, по-любому, в Америке нет другого выхода. Забудьте, что это Трамп. Поставьте любого президента на место Трампа, и нормальный, если это нормальный президент, не Обама, если это нормальный президент, он будет понимать, ему, а если он не будет понимать, то ему подскажут, что Иран ни в коем случае не должен завладеть ядерным оружием. Поэтому, у Америки есть два варианта. Первый вариант, это путем санкций, просто загнать Иран, прошу прощения, в очень глубокий, ну, скажем так, задний проход. Второй вариант, это добиться того, то есть, ни в коем случае первыми не нападать, добиться того, что Иран произойдет какое-то действие, из-за которого, не дай бог, конечно, но пострадают американские военные контингенты. И вот тут уже будет совсем другой разговор. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Добрый день. Добрый. У Кубы, конечно, нет ракет, но Куба это яд социализма, так же, как и Россия. Этот яд вливается и в Европу, и уже и в Америку, и во многие, во многие страны. Вчера, вы знаете, конечно, знаете, что Пассе приняла в свои ряды опять Россию. Да. Несмотря ни на что, и Нидерланды, Боин, который потерял своих граждан, и Нидерланды проголосовали за, вот что страшно. я вам скажу, потому что они считают, опять же, Россия, мы не, поэтому мы не можем ее сбрасывать со счетов, только по, хотя бы по одной причине. У России есть нефть и газ, и они намного ближе к Европе, чем американцы. Поэтому. Но возникает еще один вопрос. После того, как Путин на прямой линии, на вопрос о доказательствах по Боингу сказал, что для нас это не доказательство, разве можно говорить с этим человеком серьезно, вот я имею в виду встречу будущего Трампа с этим человеком? Ну, я не знаю, насколько эта встреча, во-первых, состоится, во-вторых, насколько она будет серьезной, а в-третьих, мы немножко, это обязательно, я позже хотел бы поговорить по этому поводу по-любому, я просто хочу закончить свою тему по Ирану, но то, что ее приняли в Пасе, я не вижу в этом ничего странного, давайте говорить так, хорошо это или плохо, это другой вопрос, но является ли это странным, это не странно, потому что... Это не странно, но это ужасно. Это ужасно, согласен, спасибо большое, добрый день, вы в эфире. Насколько она мне серьезной, говорите, пожалуйста. Ну, немножко это обязательно, я позже не хотел бы поговорить по этому поводу. Говорите, пожалуйста. Я просто хочу закончить. Так, значит, теперь, по поводу военных действий со стороны Ирана, если они... Ну, вот есть звонок, добрый день, вы в эфире. Молодой человек, говорите, пожалуйста, или кто это там у нас на линии, говорите, пожалуйста. просто... Прошу вас, дорогие мои друзья, вы когда звоните, я знаю, что в основном все вы выключаете свои радиоприемники, поэтому просто напоминаю вот человеку, который сейчас звонит второй раз, пожалуйста, если вы уже дозвонились, выключите ваш радиоприемник. Итак, Иран совершает какое-то либо тело движения, этим самым развязывая Америке руки. И вот тут уже никто не будет винить Америку в том, что они пошли военными действиями против Ирана. Добрый день, говорите, пожалуйста. Атас. Говорите, пожалуйста. Да. Мы уже договорились в ваших радиах. Итак. Атас. Короче, теперь у нас становится такая, то есть у меня есть нечто, что-то, что я бы хотел с вами обсудить, поэтому я не буду больше принимать звонок этого человека. Понятно, что человек что-то или не понимает, или это делает специально. Мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, а потом вернемся, и я вам расскажу что-то очень интересное. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете. Номер телефона в эфире 847-405-200. Мы продолжаем наше неполиткорректное ток-шоу. И то, что я вам хотел сегодня рассказать вот как раз небольшую историю или предысторию Ирана и Соединенных Штатов Америки. вы все, по крайней мере, многие из вас, особенно те, которые здесь жили и приехали сюда в 78-79 году, вы помните, что произошло в Иране тогда, когда Айатоллы совершили революционный переворот и сместили Шаха в Иране, были захвачены 50 заложников американских дипломатов. И эти дипломаты находились в заложниках очень долгое время, велись переговоры. Это все произошло во время президентства Джимми Картера. Прошу заметить, это были демократы, которые на тот момент пытались белыми перчатками как-то высвободить наших дипломатов-заложников из посольства, вернее, дипломаты из посольства, которые превратились в заложники. Так вот, их долго и нудно пытались вытащить из Ирана, ничего у них не получалось до тех пор, пока не пришла администрация Ригина в 80-м году. И очень быстро, то есть, я думаю, что это, ну, действительно, для этого нужна была политическая воля, очень быстро освободили заложников, причем всех, не было, слава Богу, никаких жертв. и вот с тех пор с Ираном у нас начались очень натянутые отношения, даже до того момента, пока они придумали все-таки сделать свою, создать свою ядерную программу. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Самое интересное на этом деле о том, что вы рассказываете, что всех, всех дипломатов освободили ровно 20 января, в день инаугурации Рейна. Да, это было сделано, как бы предоставлено так, что это был подарок к его инаугурации. Я это очень... Они очень сильно испугались его ручам перед этим, как он говорил, как он обещал и как он объяснял, что он будет делать, они решили, что лучше не связываться. Вот. что лучше не связываться, и спокойно 20-го освободили, все, на этом кризис был исчернен, а более-менее в то время. Спасибо большое. Вот вы абсолютно правильно подметили такую вещь, что они действительно испугались, потому что они поняли, что Рейген это не Картер. Рейген не будет с ними цацкаться. И на то время у нас, ну, опять же, те, которые помнят, мы нигде ни с кем не воевали. То есть, у нас была абсолютно мирная обстановка в Соединенных Штатах, у нас армия была очень сильной, и армия, и флот, и, в общем, то есть, Иран прекрасно понимал, что если, не дай бог, не дай бог, что-то произойдет, то мало Ирану не покажется, особенно в тот момент, когда у них практически не было ни армии, ни флота, это были совсем другие времена. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, а разве не освобождали, как вот, кино было операция Орго, нет? Что-что, я не понял. Операция Орго была, нет, 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 их не освобождали, их просто, вернее, как, их не не освобождали захватом, их просто привезли в дипмиссию и дали возможность им покинуть страну. Там захвата не было никакого. А что, это такого не было вообще? Я не знаю, я знаю, была такая операция Энтебе, но это было в отношении Израиля. Операция Орго, честно, я такое не помню, но то, что это не было в отношении американской дипмиссии, я имею в виду посольства, это точно. Там не было никаких освобождений, там просто были переговоры, им быстренько на пальцах объяснили, что их может ожидать, и они даже, то есть, они даже не дождались первого дня администрации Регина, они... Я извиняюсь, там в кино показывают, что приехали из Америки царушник, как будто бы снимать фильм, и под этим видом они пролекли посольство, и в общем, там как-то... Не, 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 это уже художественный фильм, наверное, типа вот как Red Dawn. Было отлично, чтобы реальность событий. Да, спасибо большое. Anyway, короче, им быстро объяснили на пальцах, что они не правы, они сделали так называемый подарок к инаугурации Регина и отпустили этих заложников. Я это помню просто вот такое ощущение, как будто это было вчера, как все были... Невозможно было нас оторвать от телевизоров, потому что, конечно, это была очень неприятная ситуация, 50 человек, заложники, посольства, это было очень серьезно. Итак, вот что мне понравилось, что наш радиослушатель подметил, что они действительно испугались. И поэтому тогда, поэтому Регин в свое время говорил всегда, что если хочешь мира, то есть разговаривать нужно с с позицией силой, на что не были неспособны ни один из последующих президентов, включая даже Буша-старшего, который вроде бы послал там какую-то часть контингента военных в Кувейт в операцию Desert Storm, буря в пустыне, но даже он, у него тоже не хватило там большой политической воли, хотя ему Шварцкоп на тот момент начальник генштаба, его, вернее, начальник группы войск, которая была направлена в Кувейт, он умолял, давай, мы уже здесь, давай перейдем границу с Ираком и уничтожим Саддама Хусейна, почему, потому что в свое время курды очень и очень сильно помогали американским войскам, и вот так получилось, что Буш отказался зайти в Ирак в свое время, и из-за этого в Ираке погибло, по-моему, я боюсь назвать неправильную цифру, то ли 80, то ли 800 тысяч курдов, которых Саддам Хусейн просто уничтожил за то, что они помогали Америке вот в тех военных действиях, так вот, никто со времен Регена, хотя Реген тоже, в принципе, он ведь ни в чем, нигде никогда не участвовал, слава Богу, его 8 лет прошли абсолютно спокойно, без войн, ну и вот Буш почти на последнем году своего президентства получил вот эту Desert Storm. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день, Анатолий. Вы помните, года 4 назад, может быть, 5, была первая кибератака на Иран? Да. Но публичности никто не признавался. Так говорили газеты совместная израильско-американская атака. Да. Сейчас происходят кибератаки, и это публично. я считаю это неумно. Вы знаете, палка двух концов. Я вам скажу честно, именно по поводу кибератак, я, вот клянусь вам, не имею абсолютно никакого мнения по этому поводу, объясню почему. Кибератаки сегодня, это настолько, вы же сами понимаете, сплошь и рядом кто-то куда-то пытается... Совершенно верно, но когда официально говорят, что подвергли Иран кибератаке, ну просто это недальновидно. Вы же поймите, технологии развиваются, вы же сами знаете. Да, да, это опять же, я не знаю, для чего это... наши стратегические, просто я продолжу. Да, да. Все стратегические объекты, начиная от атомных станций, Пентагон и все так далее, хорошо защищены. Потому что всякое может быть. Это страшнее войны, тем более у нас в политике национальной безопасности говорится, что кибератаке это как объявление войны, если это со стороны какого-то государства будет доказано. Да. Ну, я вам скажу, я не знаю честно, с какой они целью это опубликуют, вот клянусь, не знаю, либо показать свои возможности, может быть, может быть, для того, чтобы, как говорится, превентивные меры, поэтому мне тяжело судить, не зная причину, никто не объявляет почему и не объясняет, почему они это делают публично. Я просто думаю, опять же, я не думаю, что люди, которые этим занимаются, настолько тупы, чтобы не понимать возможные последствия. Поэтому, наверное, что-то там просчитано. Будем надеяться? Да, да, будем. Надежда умирает в постели, поэтому, ну, посмотрим. Спасибо. Итак, теперь, я сейчас хочу подвести быстренько к своей основной мысли, то есть, мы уже узнали о том, что даже Регин считал, что разговаривать нужно с позицией силы. Мы бы, мы имели абсолютно, ну, полнейших импотентов, я имею в виду, в военном отношении и со стороны Буша-старшего, и со стороны Клинтонов, со стороны Буша-младшего, ну, про Обаму тут вообще говорить не о чем. Так вот, теперь мы подошли к основной мысли моей насчет того, что совершил Обама. С тех пор, как у нас начались напряженные отношения с Ираном, если вы помните, были взорваны казармы в Ливане, или, да, в Ливане, где погибли почти 300 американских морпехов, была сделана дыра в военном корабле КОЛ, то есть торпедирован корабль. Ну, и я уже не говорю о том, что, если вы помните, была произведена террористическая операция, по отношению к кораблю, то есть это было обыкновенное такое круизное судно, которое называлось Акиллес-Лора, и там был захвачен корабль, был потоплен один еврейский пассажир, причем который был привязан к креслу, как это сказать, к велчер, к креслу каталки, его сбросили в море прямо вместе с креслом. То есть, с каждым вот таким шагом, с каждым таким зверским поступком, санкции постепенно все, гайки закручивались и закручивались, то есть, Иран фактически отказался в очень серьезном экономическом положении и вот все вот это время, начиная с момента захвата заложников и пока к власти не пришла администрация Обамы, Иран всегда находился под санкциями, причем санкции были жесточайшие, санкции, которые запрещали полностью торговлю нефтью с Ираном, санкции, которые запрещали торговлю оружием с Ираном и так далее и в принципе американские коалиции то есть союзники они все с этим согласились вся Европа и Германия и Франция и Италия и Англия в общем фактически весь старый свет был на стороне американцев они все соблюдали эти санкции никто эти санкции не нарушал и тут пришел Обама это я сейчас то что я сейчас расскажу это будет ответом вот тому радиослушателю который я не знаю почему он не представляется мне бы очень хотелось знать его имя но который сказал что Трамп это вообще полный тупица и ничего я вообще не понимаю что он делает так вот мы фактически дожали Иран до той степени между нами и израильтянами мы дожали Иран до той степени где они уже вот-вот-вот должны бы были сесть за стол переговоров почему потому что даже такой ну полнейший негодяй как Ахмадин даже он уже понимал о том что ему придется наверное садиться за стол переговоров с американцами потому что ну просто было очень очень плохо в Иране и тут на счастье Ирана пришел Обама и вот тут начались все наши проблемы в Америке по отношению к Ирану почему забудьте даже про те деньги которые Обама дал Ирану вот все почему-то заостряют свое внимание именно на тех деньгах на тех 150 миллиардов которые Обама отдал Ирану плюс там еще два с чем-то миллиарда кеш и так далее да это была абсолютнейшая глупость но самое страшное что сделал Обама он снял санкции с Ирана не добившись ни одного поступка со стороны Ирана показывающего то что Иран все понял он просто не ожидая снял санкции и дал Ирану вот эту сумасшедшую сумму денег и вот тут началась чехарда почему как только были сняты санкции с Ирана в первую очередь в первую очередь туда бросилась вся Европа то есть и Германия и Франция и Англия то есть три такие самые крупные производящие производящие продукцию державы бросились в Иран почему потому что а дешевая нефть б сумасшедший рынок сбыта техники автомобили староения туда попал французский Пежо которым кстати одним из директоров совета директоров является никто иной как господин Макрон президент Франции туда же тут же ринулся Шродер это предшественник Меркель который туда же тут же бросился со своими то есть с деньгами из Германии закупать эту нефть и подписывать договора о поставках автомобилей и так далее то есть что получилось вы понимаете самое страшное что могло получиться оно случилось из бутылки выпустили джина и вот тут Иран полностью ему развязали руки по всем фронтам у него появилось сумасшедшее количество денег у него появилось сумасшедшие контракты по закупкам дешевой нефти у него получился сумасшедший приток денег в виде продажи нефти и тут же появился сумасшедший приток продукции для того чтобы накормить свое население для того чтобы население воспряло духом и поняло что Америка еще не все значит тут Европа вот пожалуйста будем а тут еще и Китай конечно и Япония в общем короче говоря и Европа и Азия бросились все дружно в Иран теперь что получается конечно же когда Европе дали почувствовать вот эту вот свободу торговли с Ираном Китай начал покупать нефть у Ирана Япония начала покупать нефть у Ирана Норвегия начала покупать нефть у Ирана когда вот это все начало происходить вот теперь попробуйте мы кричим у Трампа нет коалиции дорогие мои друзья я вас прошу не слушайте вот тех ну я скажу мягко тех недостаточно умных и толковых людей которые вам пытаются втюхать идею о том что Трамп разбазарил всю свою коалицию давайте прием звонок добрый день вы в эфире а добрый как вы думаете не похожа ли ситуация вот то которую вы только что описали с той ситуацией которая сейчас складывается в Европе в ПАСЕ по отношению к России по отношению к России вы знаете конечно же происходит и я вам скажу в этом отношении Европа вот эта левая Европа которая полностью оголтела даже не думает о том что то есть что произойдет с ней же с этой Европой они считают что так как они являются членами НАТО Америка бросится их защищать в случае если что-то произойдет со стороны России что-то произойдет со стороны Ирана понимаете а у меня вот такое очень честно серьезное чувство ну сейчас наверное об этом рано говорить но я вам скажу а вы потом мне расскажете я был прав или нет дай бог если Трамп выиграет следующие выборы начнутся намного серьезнее разговор по поводу НАТО потому что то что сейчас вытворяет Европа включая Макрон ну Меркель уходит ладно но на ее место придет еще более левая и вот я думаю что Трампу придется начинать серьезно разговаривать по поводу НАТО потому что тратить деньги в России и в Иране а потом просить помощи у Америки в защиту это абсолютный идиотизм это я ну то есть я так это понимаю вы хотите иметь дело с Россией пожалуйста идите имейте дело с Россией но тогда пожалуйста создавайте свою собственную армию создавайте свою собственную флот создавайте свой собственный спецназ о котором никто вообще даже не помнит вы представляете что наверное то есть из двух словах есть резюнировать то что вы сказали Европу надо поставить перед фактом перед таким же фактом перед которым поставили Иран свое время и сказать ребята вы хотите так пожалуйста мы уходим из НАТО мы уходим из ООН забирайте ООН вместе с билдингом переносите его куда хотите и танцуйте свое танго там абсолютно абсолютно мы тратим какие-то совершенно безумные бешеные деньги на на содержание не пойми кого да так оно и есть они нас мажут а мы говорим ну хорошо мы вам вот это ну я думаю что Трамп в принципе он начал то есть Трамп никогда просто так ничего не делает как бы о нем не говорили вот то что он заявил в НАТО что ребята пора начинать платить потихонечку если вы говорите что у вас нет денег платить за НАТО тогда откуда у вас деньги платить за российский газ и иранскую нефть это же элементарно деньги не пахнут ну деньги не пахнут но тем не менее тогда нет пожалуйста вы хотите у вас есть достаточно денег тогда занесите в казну в НАТО совершенно верно не нужно никаких переговоров не нужно от них никаких денег их надо поставить перед выбором либо Америка в НАТО и тогда вы танцуете танго с Америкой либо вы танцуете танго с кем хотите обнимайте кого хотите но тогда Америка уходит из НАТО абсолютно правильно и какие деньги или А или Б спасибо большое у меня другой звонок добрый день вы в эфире добрый день добрый вы знаете по поводу коалиции у меня нет никаких симпатий к ирану это точно и хочу вам раз уже привели слова Ригана он на телевью повторяет одну фразу вы вы и луз то есть благодаря своему в этой фразе было все собрано коротко благодаря своему трудолюбию знаниям науки техники индустриального производства мы выиграем а вы проиграете к сожалению у Трампа очень сложная задача потому что 20 лет подряд мы ставим мир на уши началось Югославии потом был этот Ирак Афганистан Сирия Ливия Египет Йемен Грузия Украина прославились мы в этой Венесуэле тоже назначили там какого-то новым президентом дали ему денежки он взял и потратил их с дружками на проституток и наркотики теперь этот Иран вы понимаете вот у меня возникает такой вопрос ребята если вы говорите что этот дрон летел в нейтральных водах и у вас есть кредит был evidence так хоть раз покажите его ну вы понимаете вы столько врали уже что я уже не знаю верить или нет это раз второе назовите мне хоть одну страну в мире которая летает вокруг наших границ с шпионскими миссиями тоже нет вы понимаете какая задача сейчас стоит у Трампа переломать этот Пентагон этот Госдев ЦРУ и что там еще осталось и да и хватит этого тоже спасибо большое я прошу прощения нас по-любому сейчас уже вырубили так что перезвоните после рекламной паузы ну что ж дорогие друзья возвращаемся в неполиткорректное шоу номер телефона 847 400 5200 я еще раз ну очень убедительно вас всех прошу пожалуйста вы когда звоните хоть как-то представьтесь если конечно было бы намного честнее если вы давали свое настоящее имя но если нет по крайней мере какое-то имя назовите почему потому что мне будет легче тогда отвечать вам на либо ваши вопросы либо на ваши комментарии вместо того чтобы говорить вот предыдущий радиослушатель или прошлый и так далее поэтому пожалуйста просто позвонили скажите там меня зовут там Сережа Петя Вася неважно как просто чтобы я знал как потом к вам обращаться ну а сейчас я очень вот у нас и звонок давайте примем добрый день вы в эфире добрый день к сожалению много времени уже упущено поэтому Иран к сожалению приобретет это оружие страшное которое все человечество боится первое второе Иран это одна из тех стран которая не будет преклоняться унижаться и так далее она будет действовать прямо и напролом самое теперь сегодня чтобы вы знали что Иран ну все знают Иран вооруженный всех арабских стран сильнее чем любая любая арабская страна там полно конечно ракет советского производства естественно поэтому четыре года тому назад была уникальная статья Алексея Морозова который писал что день грядущий нам готовит и он написал характеристику иранской армии иранских войск их вооружение это очень сильная сильная страна в отношении военного вооружения но к сожалению говорится упущен шанс и они прибыли тут это оружие потом будут ли они продвигать свой ислам этой силой безусловно будут сегодняшний день говорит о том что вот этот беспилотный сбитый самолет Америки он шел над международной территорией не зашел глубоку в Иран однако он сбит поэтому Трамп конечно на мирной политике на сегодняшний день я думаю что это правильно и но потребовать за сбитый вот этот самолет который 200 миллионов стоит стоит каким-то другим средствами что касается санкциями которые задавлен Иран да тут надо его придавить этим что это будет твердить неизвестно но на сегодняшний день я считаю захватываю еще одну сторону это дал характеристику Ирану то есть Трамп поступил правильно но там еще работают мозги это так сказать это коалиции нашей работают мозги что касается встречи Путина с Трампом я думаю это необходимые встречи нужно нужны всегда мирные война это всегда страшно не дай бог никакой войны тем более современным оружием я думаю что встречи нужны я не думаю чтобы там Трамп с этим Путиным он ему что-то скажет деловое я в это верю спасибо большое очень интересный анализ опять же ну что я могу сказать разобьем по частям потому что как-то анализ очень интересный значит смотрите насчет того что упущено время конечно же время упущено конечно же было бы намного проще совладеться рану или совладать сараном если бы не вмешался туда Обама причем я его сейчас склоняю не потому что он Обама а именно потому что он действительно открыл эту бутылку выпустил этого джинна он действительно очень сильно подорвал здоровье Америки по отношению к Ирану раз дальше то что оно упущено безнадежно нет не считаю так не согласен почему потому что какая бы не была сильная армия у Ирана у Ирана нет того оружия которое есть в Америке у Ирана нет такого ну скажем такой мощи такой армии как в Америке поэтому война да нет войны не будет это будет очень действительно кровавое месиво за счет серьезных бомбардировок и ракет очень серьезная поэтому конечно же этого никто не хочет третье в отношении того что Иран таки да получит это орудие оружие я имею ввиду ядерное не знаю честно не знаю я бы так уверенно об этом не говорил почему потому что как-никак в Америке тоже работает разведка и в Америке тоже работает спецназ и в Америке точно так же работают очень серьезные люди которые я думаю найдут вариант сделать так чтобы орудие Ирану не попало ну и что еще в отношении Путина с Трампом я вам скажу такую вещь вы ну очень толково все разложили по полкам но опять же нужна ли встреча Путину с Трампом скажу так нет не нужно вернее нужна ли встреча Трампу с Путиным нет не нужна нужна ли встреча Путину с Трампом абсолютно по одной причине еще лишний раз сказать видите вот с нами считаются нас приняли в пассе сейчас Трамп со мной приехал разговаривать или мы там встретимся где-то то есть Путину это нужен просто еще один как говорится плюс в его политический арсенал Трампу эта встреча абсолютно не нужна по одной простой причине они никогда не договорятся по Ирану это я больше чем уверен почему потому что если Путин еще и потеряет Иран как союзника ну тогда Россию вообще просто как говорят наши друзья евреи ну швахт потому что у них и так там этих друзей раз-два и обчелся если мы не будем серьезно всерьез принимать вот эти два форума типа ШОС и БРИКС которые ну конечно же не серьезные то есть просто чисто используют Россию в своих целях Россия здесь абсолютно ни при чем никто с ними не подписывает никакие контракты ни о чем разговора не будет поэтому ну вот примерно так добрый день вы в эфире здравствуйте я думаю что вот трамп правильно делать что не ответил военным образом реграну на эти акции против сбитого самолета нашего бесплодника и правильно делать по отношению к тому что танкеры должны сами эти государства которые и владеть которым они являются как Япония Китай абсолютно и вы правы я не думаю что ему совсем не нужно нет необходимости встречаться с Путиным потому что от того что Путин встречался с Обамой то все эти проблемы в Сирии и в этом в Крыму и так далее все началось с того что именно Обама своим молчаливым согласен завал сигнал к атаке Путину и в Сирии и так далее и там подобное абсолютно абсолютно правы спасибо большое добрый день говорите пожалуйста да говорите пожалуйста здравствуйте вы знаете меня мучает такой вопрос может он и наивный но я хотела бы спросить вот эти танкеры которых Иран взорвал это были норвежские один норвежский один японский а почему Америка должна была вмешаться в это все только Америку это коснулось больше никого ну я спасибо большое добрый день вы в эфире добрый день меня зовут Юрий здравствуйте так все таки Трамп первый позвонил Путину и просил о встрече вот в чем я понимаю да 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 я понимаю если еще мы вспомним с вами Анатолий вы помните совместную пресс-конференцию в Хельсинки да конечно это было не очень красивое это была ужасная пресс-конференция довольно серой да поэтому я например как бы очень настороженно ожидая этой встречи и этого разговора спасибо да спасибо большое Юрий спасибо добрый день вы в эфире добрый день знаете мое мнение почему Трамп так хочет встречаться встретиться с Путиным он же из тех людей которые верят только себе и пока он сам поочию не убедится что Путин это негодяй уже он будет продолжать верить что вот с ним как-то о чем-то можно договориться и все что ему говорят его советники разведчики он не очень поэтому ему доверяют пока он сам это не убедится пока Путин ему в глаза не скажет да а на самом деле сделает нет Трамп будет надеяться что с ним можно договориться вот у меня такое вы я тоже с вами согласен я вам скажу почему а буквально вчера Трамп давал интервью и сказал очень интересную вещь я не знаю или кто-то из вас слышал это интервью но он сказал такую интересную вещь у меня в команде есть два вида людей одни ястребы вторые голуби так вот Болтон и Помпео это ястребы это он имел ввиду в том что конечно же они его постоянно под как говорится поддергивают и подвигают каким-то военным действиям я думаю что может быть поэтому Трамп в принципе это единственный вариант почему бы Трамп встречался с Путиным по одной простой причине может быть вы действительно правы я с вами действительно согласен что ему нужно поговорить с Путиным без Помпео без Тилерсона как мы помним этот абсолютно никчемный как показала практика секретарь штата Болтон это действительно ястреб кстати он в свое время очень серьезно повлиял на Бушей поэтому будучи и послом в ООН и так далее то есть может быть абсолютно может быть но я честно я опять от того что Трамп встретится с Путиным я ничего не ожидаю от этой встречи со стороны Трампа и скорее всего что это просто будет еще один вот этот плюсик для бахвальства Путина сказать что видите вот пожалуйста с нами считается ну это мое личное мнение добрый день вы в эфире Анатолий значит а их слушатели многие правильные говорят я считаю что встречи нужна Путина с Трампом Трамп ему сделает втык над которым Путин хорошо задумывается встреча нужна это будет пресса потом увидишь пресса писать окей давайте тогда знаете одну секундочку секундочку я вам хочу задать вопрос как вы думаете что может Трамп какой втык Трамп может дать Путину что Путин к нему прислушается понимаете материалов очень много например по Украине и по выборам и по всем действиям которые и по Сирии материала много не стоит перечислять Анатолий материалов очень много Трампа тык будет вот увидите окей а вы считаете что ну алло друзья не надо не надо сразу вешать трубку я объясню почему я так спросил потому что на сегодняшний день Трампу есть о чем задуматься кроме Украины Сирии и так далее значит на Украине пока что ничего не происходит по одной простой причине Зеленский пока что себя не показал серьезным политиком поэтому пока что на Украине ничего не происходит в Сирии ну там в принципе и так все понятно там я считаю что там нужно оставить буквально человек 200 спецназ и выводить оттуда войска почему потому что я не верю в то что там это место займет ИГИЛ ну может быть оставить ну тысячу солдат поэтому не знаю насчет Сирии и Украины честно если говорить об Иране просто как-то попросить ИГИЛ поговорить с Путиным чтобы тот как-то повлиял на Иран но опять же повлиял на что сесть за стол переговоров вряд ли Путин на это согласится потому что он в этом случае теряет союзника теряет как говорится товарища по несчастью потому что сейчас Россия и Иран оба как бы стоят против Америки поэтому не знаю честно анализируя не знаю просто так называя причины ну причин конечно можно назвать много но я вот пока что я ну честно не вижу о чем Трамп может говорить точно так же как поехал туда Помпео и говорил с Лавровым говорил с Путиным ну и что о чем он говорил не о чем поэтому посмотрим добрый день вы в эфире добрый день Ефим мне кажется вы немножко неправы вы смотрите что происходит с Путиным первое Грузия Украина Сирия ну и там на подходе Белоруссия и никто его не останавливает поэтому надо ему сказать так в лицо паре кончая глупости делать или получишь по мордам окей стоп вопрос я же просто так вас не отпущу но вы мне скажите такую вещь имея сегодня такую перспективу военных действий с Трампом с Ираном вы считаете что Трамп сейчас пойдет разговаривать с Путиным по поводу Грузии нет он не пойдет разговаривать по поводу Грузии это и не надо сейчас об этом говорить надо сейчас ему сказать и по поводу Ирана окей я понимаю поэтому я вам говорю вот вы говорите у него там учитывая Грузию учитывая Беларусь на подходе учитывая Украину вы понимаете что сейчас у Трампа серьезная проблема у нас у всех не у Трампа у нас у всех серьезная проблема мы может быть не хотим к этому так серьезно относиться но проблема очень серьезная и сейчас ехать встречаться с Путиным только разве что только для того чтобы как-то попросить его о содействии с Ираном что в принципе пытался сделать сын Зоабе тем своим посещением Ирана тогда когда взорвали танкер понимаете поэтому я не думаю честно что Иран ищет каких-то подсказчиков которые бы ему сейчас говорили ну Вась ты не прав давай там сядь за стол переговоров поэтому ну не знаю посмотрим я я чисто выражаю свое мнение я анализирую и ну посмотрим посмотрим как надо ему сказать что если мы будем делаем иметь с Ираном чтобы он там и носа не показывал и смотрите председатель совета безопасности в Израиле выступал и как он там говорил да нет я слушайте я поверьте мне любую то есть любая помощь от России по отношению к Ирану я ее только буду приветствовать абсолютно может быть они о чем-то и договорятся я просто честно не вижу Иран идущим на уступки вот вот это я честно не вижу хоть и то есть может быть сейчас после этих санкций действительно где-то что-то сдвинется но я не вижу Путина вот представьте себе у вас есть товарищ единственный товарищ все остальные от вас отвернулись этот товарищ сегодня имеет проблему там с какой-то ну не знаю группировкой и к вам пришла группировка и говорит так скажи своему товарищу чтобы он перестал но вы же нормально не пойдете почему потому что вы его потеряете то есть вы вообще останетесь один вот только поэтому я не знаю посмотрим спасибо большое добрый день вы в эфире добрый день Дин Розен не повторяю первый раз да пожалуйста послушайте давайте кое-что уточним отношения России и Ирана не такие сладкие как вы думаете во первых потому что Иран очень упрямая страна и они очень много козней строят России хотят например чтобы Россия второй блок атомной электростанции построила им бесплатно до того дошли отношения Россия отказалась им продавать панцири да так и не говоря уже БС-400 но я думаю об этом писали в прессе что когда Трамп собирался атаковать Иран он позвонил в Россию или в общем состоялся разговор в котором Россия сказала что еще ранее они продали противокорабельные комплексы Бастион это очень опасное оружие которое простреливает весь Хармудский пролив представьте себе если какой-то эсминец или авианосец будет потоплен согласен а второе вы понимаете ну не надо Россию пугать нашей страной их состояние вооруженных сил я не буду говорить кто-то люди знают и это прекрасно понимать не боится сейчас Россия нашу страну ну никак ты к ней не подойдешь ни с какой стороны понимать лучше было бы если бы они встретились и о чем-то отдельном договорились Дин вы поймите я на вашей стороне абсолютно я тоже считаю что лучше чтобы они договорились но я просто не вижу у них сегодня вернее у Путина сегодня точек соприкосновения только в том случае если он получит какие-то концессии от Трампа вот тут можно значит ну не бывает игрой в одни ворота значит нужно как-то сесть и договориться я тебе ты мне да но вы вот смотрите вы себе представить то есть у вас есть какие-нибудь идеи я вам скажу честно у меня идей нет о того что может сегодня Америка предложить России кроме как начинать потихонечку снимать санкции не знаю или это поможет как-то в разговоре против Ирана вот вот это единственное что потому что под другое ну что еще может Америка предложить России не знаю я хотел бы чтобы они о чем-то договорились меня честно говоря это раздражает я тоже хотел бы послушайте я я же не живодер и я не кровожадный человек я бы с удовольствием сделал так чтобы они договорились чтобы они по крайней мере сосуществовали пусть уже не надо помогать но хотя бы сосуществовать ну единственный вариант что для этого нужно сделать спасибо большое один я к сожалению сейчас уже должен прервать нашу беседу не забывайте в 5.30 мы продолжим нашу программу на той же волне а пока будьте все здоровы и услышимся позже не забывайте не забывайте не забывайте Продолжение следует...